Дети убегают из дома по разным причинам и мотивам. Это может быть серьезный конфликт, основанный с непониманием взрослых. Из-за ситуации острой, по их мнению, несправедливости по отношению к ним, из-за обиды и нехватки внимания. Как этого не допустить, смотрите в рубрике «Для вас, родители». За 11 месяцев 2020 года в УМВД России по Амурскому району поступило 254 заявления о розыске несовершеннолетних детей. Самое главное, что дети уходят из дома по причине конфликтов с родителями. И иногда родители, боясь того, что об их конфликте узнают посторонние, скрывают эти уходы, что приводит к несчастным случаям с детьми. Самая частая причина пропажи детей – самовольный уход из дома или побег из детских учреждений. Оставшиеся случаи, которые составляют примерно 10% от общего числа пропавших детей. Связано с преступлениями, насильственными действиями в отношениях несовершеннолетних или несчастными случаями. При этом результаты исследования показали, что 80% преступления против детей совершают родственниками или близкими, знакомыми ребенку людьми. Половина случаев связана с алкоголем или наркотическим опьянением злоумышленника. В текущем году по Амурскому району произошло два несчастных случая. К сожалению, в этом году у нас произошло два несчастных случая с несовершеннолетними. Одна – гибель ребенка, а другое было совершено преступление в отношении несовершеннолетней, действия сексуального характера. Этих событий бы не могло быть, если бы родители вовремя обратились в органы полиции. Привычный из сериалов для всех факт того, что о розыске нужно заявлять через трое суток, не касается ни в коем случае детей. О розыске ребенка нужно заявлять незамедлительно, если вы узнали, либо подозреваете, что ваш ребенок находится в беде или в опасности. Какие действия нужно предпринимать, если ребенок не выходит на связь более трех часов? Если ребенка нет дома, у него отключен телефон или его нет во дворе, если вы знаете, что он пошел во двор гулять, в течение трех часов нужно самостоятельно, конечно, все-таки провести определенные мероприятия, прозвонить друзей, пройтись по улице, потому что бывает иногда дети заигрались на качеле в компании подростков и домой не торопятся. То необходимо сообщать в органы полиции. Полиция работает, как известно, всем круглосуточно, поэтому ваши заявления примут обязательно. И здесь уже начинаются оперативно-розыскные мероприятия с сотрудниками полиции. Самое ценное, что у нас есть – жизнь. Жизнь и здоровье детей – это особая ценность. И никто не имеет права посягать на нее. Дети – это не только будущее, но и наша настоящая радость, наше счастье, безопасность и благополучие ваших детей в наших руках. Хотелось бы обратиться к родителям о том, что усилить контроль именно в части общения с детьми и знать, где их дети, с кем они дружат. И также знать о том, где проживают друзья его детей.